Всем привет! Меня зовут Алена и я очень рада видеть вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы поговорим о моих процессах, о моих продвижениях. Посмотрим, что у меня изменилось за прошедшие несколько месяцев. Начать я хочу со своего финиша. Я закончила, еще в феврале я закончила эту работу. Это набор от Panna, золотая коллекция, называется Великолепное семейство. Подробно про этот набор я рассказывала. Даже есть отдельные, достаточно длинные видео, где я рассказываю о том, как в принципе я начала вышивать. Это был тот самый мой первый набор, который я лет 6-7 назад начала. И вот наконец-то в феврале я его закончила. Можно сказать, что я сделала себе такой подарок на день рождения. Ну, а если считать уже непосредственно не те 6 лет назад, а вот то время, когда я вернулась к вышивке, я снова начала вышивать в мае прошлого года. Ну, считайте, с мая до февраля, но правда с большим перерывом на лето. Ну вот, тем не менее, работы закончены. Я исправила там те небольшие ошибочки, которые у меня были, про которые я вам рассказывала и бэк, вот здесь вот все остальное я поправила. Кто помнит, у меня были сомнения по поводу разметки. Вот в этом районе я еще по незнанию тогда сделала разметку простым картошом, все отстиралось. Ванниш и мягкая щеточка нанесла, чуть-чуть подождала, потерла, все вообще замечательно отошло. Ну, естественно, смываемый маркер, который был вот в области дерева, тоже отошел. Ну, а потом уже вы видели под конец, по-моему, я говорила, что разметку ниткой, которую я сделала, в конце концов я ее все выпорола, потому что она мне оказалась не нужна. Вот, ну, конечно, я довольна. Я довольна очень, это такая веха в моей вышивальной жизни. Хочется побыстрее, с моей стороны, хочется быстрее дошить оставшиеся две работы. Для тех, кто не знает, это триптих. Помимо вот этого семейства у Панны есть еще два набора из этой же серии, и я бы хотела повесить все их три, вот этот посередине и еще два по бокам. Каждый из них, ну, наверное, размером примерно в половину этого, то есть работы, конечно, работы будет меньше. Но вот с одной стороны хочется быстрее, с другой стороны как-то немножко от этого устало, потому что, ну, там та же самая гамма, та же самая примерно картина, но не знаю, пока делаю перерыв, но хотелось, конечно, бы хотя бы одну работу в этом году все-таки начать, ну, в идеале закончить. Зачем? Даже не буду стараться что-то загадывать, но просто знаю, что по факту не успею, так зачем потом расстраиваться. Вот, а так я довольна. Мне эта работа очень нравится. Да, возможно, я бы заменила на равномерку, если бы знала, потому что все-таки это 14-й каунт, ну, и как-то крупновато. Ну, с другой стороны, это будет висеть на стене, да, я не буду разрядывать это вблизи. Так смотрится вполне неплохо. Ну, главное, что хорошо подходит под цветовую гамму моего кабинета, вот, на та комната, куда я и планирую это повесить. Вот, ну, и изначально она туда и покупалась, так что, собственно, тут ничего удивительного нет. Ой, еще пузырь нашла. Так что, да, горжусь собой, горжусь очень, что такой большой проект я завершила. Еще маленькие успехи и небольшие продвижения. Ой, сейчас выпало. В моей книжечке, которая называется «Школа юного математика», да, вот этот проект, который я делаю из журнала «Мышевая крестиком» за июнь 2014 года. Вот этот журнал. И вот книжечка, которую я вышла. В общем-то, полностью с прошлого раза я закончила только один разворот. Это цифры 7 и 5 вроде бы божьих коробок, но такой оригинальной расцветки. Здесь был еще немного добавлен бэкстич. Полосочка была между головой и туловищем, но мне показалось и так достаточно контрастной. Как-то от этой полосочки ни горячо, ни холодно, я не стала ее вышивать. Вот, и сейчас я вышиваю следующий разворот. Это будет цифра 8 и здесь будет 4 крокодильчика. Ну, вот пока их только 2, они в таком... Даже не 2, а полтора в таком они состоянии. Как-то мне не повезло. Я, по-моему, говорила, что этот проект у меня был территориально расположен в детской. То есть я его вышивала по чуть-чуть, понемножку. В то время, когда у меня дети играли в детской, я как-то могла там выкрыть несколько свободных минут. Но как-то в последнее время получилось так, что они совершенно перестали играть в той комнате. А проект все там стоял, стоял. Я как-то его даже не думала доставать. Вот в итоге они там не играли, я там не вышивала. Но это практически чуть-чуть совсем продвинуло. Вот, ну, надо бы, конечно, поторопиться. Такая малышка, столько я начала вышивать это летом. Я очень хорошо помню, прошлым летом гостила на дачу из устры, и там начала заниматься этой книжечкой. Но вот уже скоро год, а я так никак и не дошью. Вот, ну давайте переходим к следующему. Следующий мой проект, который я продвинувала. Завершения больше нет, к сожалению. Больше ни одного финиша. Ни глобального, ни маленького. Вот, но тем не менее, продвижение было. Итак, я вышиваю замок от компании Bosses Reds. В прошлый раз, когда я вам показывала, у меня был вышив только вот здесь вот небольшой треугольничек. Просто вот розовенькая вот эта земля. Вот. И теперь... Ой, знаете, теперь моя работа выглядит вот так. То есть, видите, я... Начинаю, в основном, сначала я делала одни крестики, думала, Бэк оставить на потом. Потом все-таки параллельно начала, знаете, как бы потихоньку немножко крестиков, немножко Бэка так в разнобой. Ну вот уже практически завершила вторую комнату, если как можно ее назвать, да, вот внизу в замке. Кладовая. Вот интересно. Конечно, интересно, потому что мне нравится сюжет, нравится, как постепенно все вот эти фигурки и герои появляются. Небольшая проблема... Ну, что проблема? Ну, трудновато было немножко вот здесь Бэк на лице, потому что он везде щетный, а вот на лице вот тут очень много мелочей. В основном, несчетный было не очень удобно, потому что это все-таки Аида, которую я так и не заменила на равномерку. Но, знаете, здесь каунт поменьше, и потом, я говорю, после слонов уже, в принципе, смотрится... Ой, пускай. Смотрится это достаточно нормально. Я думаю, что опять-таки будет это висеть далеко, проблем никаких не возникнет. Ну, а тут что, вышивать легко, большой объем заливки одним цветом, в принципе, никаких трудностей ни со схемой, ни сам процесс вышивки, никаких трудностей в процессе вышивки не возникает. Так что, да, мы ждем, сын очень ждет. Каждый раз ходит, смотрит, и когда я убираю раму со станка и устанавливаю что-то другое, он все спрашивает. Нет, мама, ну куда же, ты же замок обещала мне. Ну, почему ты его не вышиваешь? Я пытаюсь объяснить, что хочу поушивать что-то еще. Он такой, нет, нет, ну я же жду, ну так что... Да, эта работа ему очень-очень нравится. Следующая моя работа и мое по ней продвижение, это невеста от Lavender Lace. В прошлый раз, когда вы ее видели, я ее только-только практически начала. Там было совсем немного, можно сказать, один валанчик понизу. Вот, ну а сейчас... Опять сейчас рука. Я помню, что просвечивала рука в прошлый раз. Вот так, да? Да, вот так не просвечивает. То есть у меня был вот здесь вот понизу один валанчик, ну и вот эта вот вертикальная полоска, складка, от которой я просто начинала, да, чтобы не просчитаться, где у меня будет оканчиваться рисунок. Все, ну нельзя так, видите, когда долго не снимаешь все, разговаривать самой собой совершенно, отучаешься и немножко заговариваешься. Ну, в общем, чтобы просто не промахнуться и начать в правильном месте, я вот, да, начала из центра, спустилась, все же теперь снизу вверх буду вышивать так, как мне и удобно. И, собственно, я закончила, вот как вы видите, валан, вот этот нижний ряд валанов, вот здесь вот я его закончила. Эта работа какая-то оказалась немножко невезучая в плане ошибок. Мне кажется, столько ошибок, сколько здесь я еще нигде не допускала. Не знаю, с чем это связано. Приходилось распарывать, и распарывать достаточно много. Вот, что-то я не закончила, прервалась ниточка, висит. Вот, что-то я исправляла, достаточно большие куски, потому что, ну, это влияло просто на соседние крестики, да, и никак там не получалось оставить ошибку так, как она была. Но вот, не знаю, почему я не скажу, что очень сложно. И, в принципе, да, это была первая работа, которую я вышивала на льне, но на равномерке-то до этого я вышивала, да, то есть сам процесс подсчета ниточек как-то вроде не вызывал затруднения, но почему-то здесь вот с завидной регулярностью ошибалась, и крестики просто, ну, не туда, да, получались один через один. Иногда я просто в счете ошибаюсь, ну, как-то вот не знаю с чем, не знаю почему, и постоянно вот этой работе что-то не везет. Даже, знаете, бывали, я стараюсь придерживаться недельной ротации, но пока все равно это мало получается, но тем не менее. И вот несколько раз получалось, что когда выпадала неделя, предназначенная для того, чтобы заниматься именно этой работой, у меня ни одного дня не было вышивального, вот просто только мне стоит ее поставить на станок, что-то обязательно случается, чем-то я бываю занята, или там не получается вышивать даже вечером, потому что маленький младший сын плохо спит, ну, в общем, я не знаю почему, потому что эта работа, она и давно хотелась, и я знаю, куда я ее, как бы, по завершении, как я оформлю, что она там будет, ну, вот, вот просто не везет. Не знаю я, что еще мне сказать, но надеюсь, что все-таки я ее когда-нибудь завершу. Так, знаете, с продвижениями мы закончили на этом, да, и у меня осталось еще два новых старта, которые я вам пока не показывала. Итак, первое вы могли уже видеть, я снимала отдельное видео о вступлении в совместный процесс, проект по отшиву работ от Терезы Венслер. Я вышиваю... От свечи? Вот так, нет, свечи, да? Я вышиваю вот этот вот сэмплер, он называется Harvest Sempler, сэмплер, посвященный урожаю. Наверное, мне все-таки надо собраться силами и сделать о нем отдельное видео, но тем более, если я есть, как бы, заявила, да, участие в этом проекте, нужно как-то подробнее рассказать. Ну, пока кратенько так. Здесь у меня висит ниточка, это от бисера. Я первый раз пришивала бисер, первый раз работала вот эта ниточка Юли, боялась просто, ну, не знала, как ее крепить, закрепила петелькой, вот одной ушла в одну сторону, вторую ниточку оставила, паду ей вниз. Ну, это просто, чтобы вам, вы не думали, что это какие-то волоски болтаются. В общем, работа мне очень нравится, это первый раз, когда я пробовала какие-то спецстежки, мне... Я просвечиваю? Не просвечиваю, да? Мне очень нравится, как подошла основа. Вот основа, цвет бисера и цвет металлизированной нити, я это все брала не по ключу, а просто подбирала на глаз, тем более еще по... как-то по компьютеру, да, по экрану, то есть не вживую, но все подошло очень хорошо. Конечно, работа достаточно кропотливая, часто приходится поворачивать наизнанку, потому что лен тонкий, просвечивают протяжки. Их постоянно приходится прятать вот здесь, вот в эту верхнюю линию, где крест... Давайте я, может, поближе, что-то... А так я сычу. Сейчас мы сделаем... То есть далека на... Вот так вот видно будет? Вот, вот так. Вот, в общем, постоянно приходится эти протяжки прятать под вот этой верхней линией крестиков, поэтому, в общем, туда-сюда, туда-сюда раму наворочишь, буквально через каждые три стежка, но вот это, наверное, единственное такое... Ну, не минус, но неудобство, такое небольшое неудобство, вот, а в целом мне очень-очень нравится то, что получается. Я специально взяла большую раму, чтобы, ну, полностью сюда поместилось, да, чтобы никак не перематывать. Я все пока еще боюсь. Я знаю, что бисер перематывают, там, прокладывают полотенчиками или чем-то, тканью мягкой, но я пока этого боюсь, поэтому вот выбрала раму побольше. Вот, но, по-моему, получается очень красиво. Конечно, сложно еще что-то говорить. Это один только кусочек этого бордюрчика, но мне очень нравится. Очень нравится то, что получается. И, наверное, все-таки, когда я, ну, может быть, хотя бы половинку отошью или что-то, чтобы, ну, как-то было о чем поговорить поговорить более предметным, потому что тут и про ниточки есть что рассказать, и про сам процесс отшива. Ну, вот, наверное, да, действительно, я подожду немножко, когда будет побольше уже отшито, и хотя бы одно промежуточное видео отдельно вот для этого совместного проекта я сниму. Ну, вдруг кто-то захочет потом туда тоже вышить, будет подробно разглядывать, как у меня что происходит. Вот, ну, я довольна. Вот как раз сейчас я собираюсь, ну, видео закончу, снимать, и на станок поставлю именно эту работу, потому что вот это я вышивала неделю. Всего одну неделю, то есть за все вот эти, все время, когда я вступила в проект, я не помню, когда я вступила в проект, наверное, месяц, ну, месяц точно, два месяца, наверное, уже. Надо посмотреть, когда видео вышло, вот тогда я его почти сразу загрузила. Вот, и с того раза получилось, что у меня всего одну неделю стояла, стояла эта рама на станке, вот неделю я вышивала. В принципе, наверное, сейчас уже пойдет быстрее, потому что все-таки тут я уже и к ниточке более-менее металлизированной приноровилась. Мне, кстати, не очень понравилось, я вышиваю металликом от Rainbow Gallery, мне не понравилось. Вот, ну, уже, уже цвет понравился, вот цвету очень понравилось, как легло, ну, то есть не как легло, как подошло, как подошел этот цвет к остальным материалам, к основе, вообще, как он смотрится в этом дизайне, мне нравится. Ну, вот сами нитки мне как-то не очень понравились, ну, впрочем, ладно, я хотела кратенько, хотя все это увлеклась. Ну, сниму, вот еще, еще что-нибудь дошью, дошью и сниму. Так, и остался последний мой процесс, уже новый старт, но ничего неожиданного, кто смотрел, тот может догадаться. Я, наконец-то, приступила к Сэму Хаеду в редакции Химеры, или в обработке Химеры, не знаю, как это сказать. Это картина, работа под названием «Водолей» по картине Джозефины Волл. Очень-очень она красивая, начала я с нижнего угла, и, в принципе, как вы понимаете, ближайшие там несколько отчетов все это будет представлять из себя такое некое синее-зеленое месиво, это тут, по-моему, водичка, которая у нее там течет, тут облака, ну, в общем, полнейшая абстракция. Вот, но на данный момент это все выглядит вот так. Так, сейчас будем смотреть, поместилось, вот так поместилось, отлично. Выглядит это следующим образом. Вышиваю я на раме дубку, потому что у меня станок Иволга Тарабетский, туда самая большая рама, по-моему, она 60 сантиметров, ну, вот я на них вышиваю сэмплер как раз, а это, наверное, 70. В общем, мне хотелось достаточно здесь зазор по бокам от ткани, чтобы хорошо сделать боковую натяжку, чтобы можно было натянуть, а здесь у меня, наверное, как раз 60 и есть. Я прикину, то есть, она бы вошла в ту раму, да, она бы вошла, но вошла, знаете, совсем-совсем в притык, я просто помню, что пыталась я долго найти подходящую раму, в общем, там она помещалась бы в притык, у меня дизайн-то уместился бы, но некуда было цеплять боковую натяжку, поэтому я купила вот такую раму от Дубко, в принципе, она мне нравится, она достаточно узенькая, ну, а зачем широкая-то, в общем-то, и не нужна. Я ее ставлю на тот же самый станок Иволга, если вы понимаете, то там просто убираете вот эту палочку сверху, которая стягивает две ножки, двигаете, раздвигаете их на то расстояние, которое вам нужно, и сверху я просто попросила, чтобы все-таки закрепить, и они не шатались, я попросила папу, он мне, ну, дала ему размер, он мне сделал нужную палочку, там, просверлили отверстие для крепежей, и все прекрасно, то есть, в принципе, этот станок может до любого размера рамы подходить, нужно будет только вот этих палочек, ну, длиннее, длиннее, если вам там нужно еще больше, допустим, да, если какую-то совсем огромную работу, главное раму найти подходящей длины, ну, вот я нашла, почему мне казалось, я где-то даже еще потом более длинные видела, не помню, мне кажется, что это 70, либо 70, либо 80, я уже сейчас не помню, ну, где-то как-то так, вот, что, собственно, по работе, ну, тут, да, зеленые крестики, про саму картину говорить пока еще нечего, я вышиваю на Аиде, на 18, как вы видите, я сделала разметку, разметку маркером, он у меня уже прошел тестирование, я знаю, что он совершенно спокойно смывается, никаких следов не оставляет, так что все хорошо, вышиваю я по Крустич Саги, и благодаря этому я знаю, что за неделю, вот эту работу я тоже вышивала только неделю, ну, как-то видите, так совпало, не знаю, не знаю, почему так получилось, но как есть, вышивала я ее за неделю, и за неделю я вышила 2111 крестиков, специально сейчас, перед началом съемки, посмотрела и вспомнила, то есть, считается, получается, мой среднестатистический темп, да, вышивки, примерно 300 крестиков в день, но больше у меня нету времени сидеть, вот, конечно, вышивка идет легко, потому что я не задумываюсь о протяжках, ну, как не задумываюсь, я, конечно, не делаю там километры, но в пределах десяти клеточек, вот так сейчас выглядит моя изнанка, видно, видно, да, попадает, мне кажется, это нормально, то есть, я, если, конечно, есть люди, которые вышивают хаец идеально изнанкой, без протяжек, и за этим следят, но они просто, они просто ас, я на такое не способна, я и так это буду вышивать несколько лет, и дай бог, чтобы не несколько десятков, такую огромную работу, а если я еще буду задумываться и, в общем, оберегать себя от каких-то даже там небольших протяжек, ну, это вообще все затянется на невозможные продолжительное время, так что нет, мы выбрали, я выбрала способ попроще, разметка, ну, на кросте часаги, это первый раз, кстати, когда я вышивала по кросте часаги, да, конечно, мне понравилось, то есть, выбрала нужный цвет, тем более, я вышиваю здесь одной иглой, то есть, ой, у меня проснулся малыш, все, нужно скажу, маме быстрее заканчивать, ну, в общем, я вышиваю одной иголкой, один цвет поставил, вышиваешь, никуда не глядя, ни о чем не задумываешься, ну, просто превосходно, вот, поэтому посмотрим, здесь я никуда не тороплюсь, вот, абсолютно, спокойно, тихо, никуда не спешим, вот, ну, 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 это все, я уложился, отведенное мне время, рассказала вам, что у меня происходит, конечно, мне хотелось бы не запускать, и как-то и больше вышивать, и больше снимать, ну, вот, пока, как получается, я рада даже тем нечастым, и, может быть, не очень продолжительным встречам, которые у меня с вами случаются, ну, будем радоваться тому, что есть, и надеяться на что-то большее, все, я побежала к сыночку, спасибо вам большое за внимание, и до встречи в следующем видео, пока!